Привет всем любителям Лего! Я сегодня не успел подготовить большой выпуск Brickworm, потому что все силы на этой неделе ушли у меня на четверговый геймшелф. Поэтому сегодня у нас в микселе микро-брикworm. Вот такие вот ребята, полные слизи и непонятно чего. Glorb Corp они называются. Здесь у нас Glord, Glomb и Tords. Сейчас мы их подробненько посмотрим, потом будем собирать одного большого мужика из них, Макса. Значит, это первый Glord. Он мне на самом деле понравился больше всего из всех трех. У него очень круто выполнены глазницы. Посмотрите, как круто. Прям вот эта деталь от всяких, наверное, автомобилей и прочего. Здесь подошла прям вообще шикарно. Уши небольшие, черные зубы. Зубы из трех деталей состоят. Открывается вся эта пасть у него. В общем, на такую милую зеленую собачку он похож. Зеленые слюни, выполненные в форме таких змей, которых вы могли видеть в чиме. Я видел среди спиннеров пару лет назад. Хвост у него как такое растение. Зеленое часто используется, эта деталь как растение. В общем, классная штука. Шарики, глаза. Ну и к тому же вместе с ним шел никсель. Никсель такой тоже у меня уже есть. Но, в общем-то, неплохое дополнение к лучшему микселю из всех зеленых. Но это мое мнение. Следующий гломб. Это чувак с огромными ногами. На самом деле они у него, смотрите, какие длинные. Вот такие. Но в сложенном виде он покомпактней. У него один большущий глаз. У него не открывается пасть. Хотя есть зубы некоторые. И также текут слюни в виде тех же самых змей. Много зеленых прозрачных деталек. Много салатовых. Вот этих вот. Ну не так много. Четыре штучки. Кругленьких. Как ногти. Ну, в общем, такие слезняковые чуваки. Не очень приятные. Наверное, если бы они были в жизни. Но в виде конструктора они классные. Последний торц. Торт мне нравится вот этими своими длиннющими штуками. Это две детали. Такой жезл прозрачный зеленый. И на нем такая звезда. Он выпускает из рук эту дрянь. Наверное, может выстреливать. И все такое. У него также шарообразные глаза. Дурацкий совершенно нос. И подбородок огромный. И три зуба единой деталью. Ноги массивные, толстые. Но двигаются на шарнирщиках. Вот эта деталь, что самое интересное, она уникальная. Зеленая деталь. Таких в таком цвете еще пока не было. В микселях вообще не часто встречаются уникальные детали. Потому что все самые крутые уникальные детали, которые появились в микселях. Вроде глаз и зубов. Они используются кругом в этих самых микселях. И их полно. А вот другие детали уникальными обычно не бывают. Но здесь есть. Это классно. А сейчас мне предстоит разобрать всех троих. И посмотреть, что же будет, если зайти на сайт Лего. И скачать инструкции по сборке одного большого Макса из всего этого безумия. Вот такой вот не очень-то и приятный парень-то получается. Посмотрите, какой он скользкий и отвратительный. Две огромных сопли из носа. Это первое, что бросается в глаза. Фу, какая гадость. Он на них стоять может. Второе, кстати, вот что бросается в руки практически мне сейчас. Это вот эти вот отпадающие штуки. Потому что держатся они совсем еле-еле. И если только на полке он может стоять. А так, если будете этим двигать, они сразу отпадают. Моментально прям. В общем, жесть. Что одна, что вторая. В остальном, что у нас тут есть? У нас ноги такие толстенные. Сзади есть такая вот шпора это называется. В одном из выпусков мне подсказали. Потом у него огромная пасть. С этими самыми соплями. Хлипкие ручки. И такой забавный тоненький хвостик. В общем, он не такой милый, как предыдущий Макс. Который из Пайклзов был вообще шикарнейший. Но тоже забавный. Для тех, кто любит всякие гадости. Такая штука на полке будет прикольно смотреться. Ну а я, наверное, его скоро разберу на детали, на запчасти, на когти и на глаза. Зачем он мне такой нужен? Все. На сегодня все, ребят. Коротенький ролик. Ждите через неделю побольше. Всем пока. И пускай у ваших лего существ мне отпадают руки. А ведь игра должна получиться хорошая для своего жанра. Ведь во вселенной Наруто так много персонажей. И у них огромное множество разных способностей. А это идеальное подспорье для MMORPG. Наконец-то каждый школьник сможет воплотить свою мечту и стать Хакаге.